Для начала проверим, что у нас включена необходимая функциональность. На закладке «Торговля» мы проверяем галочку «Экспорт товаров», подтверждающую, что мы можем вести учет экспортных товаров. Для начала нам поступило от покупателя «Аванс». Отразим его в системе. 8 апреля в размере 1500 долларов от покупателя Designer International нам пришел «Аванс». Здесь нужно обратить внимание на счет учета, это банковский валютный счет учета, счет расчетов, 62.21 для взаиморасчетов и 62.22 для авансов в валюте. В договоре мы также указываем, во-первых, в какой валюте идут расчеты, и во-вторых, в какой валюте будет оплата. То есть мы можем ввести расчеты в долларах, а оплачивать в рублях. В нашем случае мы будем в долларах и отгружать, и принимать оплату. При проведении документа у нас отражается аванс в долларовом и рублевом эквиваленте по курсу на дату документа. А также, если у нас есть остаток на валютном счете, происходит его переоценка по курсу на текущую дату. Дальше мы отгружаем наш товар покупателю, документ реализации, 13 апреля. Мы отгружаем покупателю агрегаты. Здесь указываем мы валютный долларовый счет. Не забываем про счета расчетов валютные. И проводим документ реализации. После этого от покупателя нам приходит окончательный расчет. В сумме также полутора долларов, полутора тысяч долларов. Здесь все то же самое. Единственное, что мы можем здесь указать, погашение задолженности уже по документу. То есть покупатель нам оплачивает оставшуюся часть задолженности по конкретному документу реализации. После этого для того, чтобы не был нам начислен НДС, мы должны в течение 180 дней предоставить пакет документов, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки. Если в течение 180 дней мы ставку подтверждаем, то регламентной операцией подтверждения нулевой ставки мы получаем возможность не уплачивать НДС с реализацией. То есть мы по конкретной операции отгрузки указываем событие подтверждена ставка 0%, указываем стоимость в рублевом эквиваленте нашей сделки. И после этого в книге продаж, давайте посмотрим отчеты книга продаж за второй квартал, у нас отражена реализация поставки НДС 0%. Если же мы в течение 180 дней не смогли собрать пакет документов, мы выбираем в этой же регламентной операции событие не подтверждена ставка 0%, тогда при проведении у нас выпишется счет фактура и начислится НДС, который мы должны будем оплатить бюджет. И последняя операция, которая необходима для автоматического формирования реестров таможенных деклараций, нам необходимо заполнить в разделе продажи документ таможенной декларации экспорт. Мы здесь указываем номер таможенной декларации, код операции, ссылку на документ отгрузки, выбираем соответствующий вид транспорта, сопроводительный документ, номер сопроводительного документа и дату сопроводительного документа. В этом уроке мы с вами рассмотрели, какую функциональность необходимо включить для ведения экспортных операций, каким образом зарегистрировать поступление оплаты и, соответственно, отгрузку продукции покупателю и каким рекламентным документам необходимо зарегистрировать подтверждение нулевой ставки на операцию экспортной реализации. Редактор субтитров А.Семкин